Не исключено, что столица Яблок Хвалынск вскоре станет еще и столицей шахмат. На днях в этом не было никаких сомнений, когда в город на Волге приехали 250 участников открытого кубка по быстрым шахматам международного гроссмейстера Никиты Матиняна. Международный турнир собрал спортсменов из семи стран Европы и Азии. 24 из них носят высшее в этом виде спорта звание гроссмейстера. Балаковец Никита Матинян в статусе лица шахматного праздника чувствует себя немного непривычно. Но главное, говорит он, шахматы развиваются. Одно дело, когда ты работаешь с детьми, которые уже имеют какую-то шахматную жизнь, у которых были турниры и так далее, которые имеют опыт общения с профессионалами. А другое дело, когда ты помогаешь детей, вот только начинаешь их вести. Детей, которые вообще ничего не видели еще, ни соревнований, ни тренеров. Это совсем другое. То есть ты им помогаешь уже с самого начала развиваться. Интерес к турниру оказался действительно масштабным. Как говорится, все флаги в гости будут к нам. И это не преувеличение. Своих шахматных слонов в Хвалынск привезли даже участники из Индии. К слову сказать, родоначальники игры мудрецов россиян считают сильными соперниками. Конечно, Россия всегда на высоте, но мы так же к ним подбираемся. Чуть повыше. Они говорят, так же к ним подбираемся. Не повыше, но на уровне. Они говорят, что шахматы, конечно же, нужно поддерживать. И чем с более раннего возраста, тем лучше. Потому что шахматы могут играть все. Не обязательно быть ростом по два метра, чтобы играть в шахматы. Все могут это делать. И так же считается, что чем больше ты играешь в шахматы, тем дольше ты живешь. Поэтому это нужно поддерживать. Сегодня в России шахматный спорт серьезно развивается. Во многом благодаря поддержке компании Фосагра, которая уже на протяжении восьми лет сотрудничает с Российской Федерацией шахмат. Компания является стратегическим партнером гроссмейстера России, обладателя Кубка Мира Фиде Сергея Корякина. Причем поддержку эту чувствуют не только крупные шахматисты уровня гроссмейстера России, но и совсем маленькие ребятишки, ученики шахматных классов, которые Фосагра открывает в городах присутствия. В Балаково, где расположен филиал АО «Апатит», работает уже три таких класса. Мы открыли шахматные классы в школах, где присутствует компания Фосагра. Действительно, сегодня ребята уже с столь раннего возраста получают это, в общем-то, как любой школьный предмет. И очень приятно, что и сами дети, и родители поддержали это стремление, потому что они действительно видят, что благодаря шахматам развивается мышление, логика, быстрота реакции у детей. Мы пошли дальше, сегодня уже и в детском саду открыто, тоже подобные классы, где ребятки совсем-совсем маленькие, тоже занимаются, занимаются с удовольствием. И вот последний наш проект мы открыли еще и в детском доме. Поэтому вот этот подход, он всесторонний. Конечно, интересно растить чемпионов, но интересно и чтобы это было с самого-самого раннего возраста. Поэтому сегодня вот эта связка детский сад, школа, ну и дальнейшая уже профессиональная работа, она дает свою отдачу. За эти годы уже более ста медалей ребята завоевали на соревнованиях разного уровня. И действительно, мы сделали правильный ход. Огромный вклад компании «Фосагра» как в развитие шахмат, так и в спорт в целом отметил и губернатор Валерий Радаев. Мы про «Фосагра» можем отдельно сегодня преклоняться и говорить самые добрые и, наверное, правильные слова. Почему? Потому что «Фосагра» именно как социально-ориентированный, стально-отвестный бизнес помогает в развитии прежде всего профессионального спорта, прежде всего нашего образования в городе Балакова. Построили «ФОК» – игровой зал, а сейчас завершают строительство бассейна. Понимаете? Поэтому только слова огромной благодарности, можно сказать, компании «Фосагра». И самое главное – не сбавлять обороты, а еще их только набирать, набирать и двигаться вперед. Успеха в самом-самом главном их деле. Сергей Корякин, основатель Хвалынской шахматной школы, стал, безусловно, звездой праздника. Будущие чемпионы с блокнотами в руках окружили своего шахматного короля, можно сказать, устроили ему осаду. Но без внимания и автографа никто не ушел. А к своей славе Сергей Корякин относится с известной долей мудрости. Легенды обычно становятся уже как бы в конце карьеры, а пока что я чувствую, что моя карьера в расцвете. Все-таки мне еще нет 30 лет, и век шахматиста именно такого самого сильного – это где-то до 40 лет вполне можно бороться за мировую корону. Поэтому надеюсь на то, что у меня еще 10-19 лет побороться за корону и за первенство в главных турнирах. Сергей Корякин уверен, что Кубок международного гроссмейстера Никиты Матиняна станет стартовой площадкой в большой спорт для многих начинающих шахматистов. И несмотря на то, что этот турнир дебютный, на него съехались как именитые гроссмейстеры, так и подающие надежды юные спортсмены. 12-летний Володар Мурзин, к примеру, уже сейчас мастер Фиде, поэтому соревновался с игроками, соответствующими своему уровню. Мастер Фиде, разрыв, играю с 7 с половиной. Почему там не бокс, не фон-фон, почему именно шахмат? Ну, бокс слишком травматичный, шахматы спокойные. Как ты оцениваешь своих соперников? Ну, здесь будут сильные, пожалуй, гроссмейстеры. Первый ход турнира открытого Кубка по быстрым шахматам международного гроссмейстера Никиты Матиняна сделал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Комментировал соревнования Сергей Корякин. А итоги жителей региона порадовали. Большинство первых мест у наших земляков. Но нет предела совершенству. Продолжаем расти и постигать их величество шахматы.